Сыны, которые вы любили, роди и братья, и сердца. Нынче память святых отцов Седьмого Северского Собора и евангельское чтение рядовое о воскрешении сына вдовы, наинской, юноши, которого вынесли хоронить единородного сына матери своей. В этот день надлежит нам сказать слово об истинном милосердии, которое состоит в том, как Господь говорит, в первосвященнической молитве, которую мы слышим всегда в память святых отцов Вселенских Соборов. «Сие же есть жизнь вечная, да знают Тебе единого Господа, единого Бога, Его же послал Иисуса Христа, единородного сына Отчим». «И да будут все едино» в этом знании духовном, которое дается исключительно, единственной благодатью Божией через веру. Это и есть истинная соборность, не земной коллективизм, а истинная духовная соборность, которая объединяет дух всех верующих на небе и на земле, ангелов и человек. И это, дорогого, очень стоит иметь это духовное единство со святыми. Оно, к сожалению и увы, всегда предполагает это духовное единство со святыми, вражду с миром, а может быть и не увы, и не к сожалению, а к нашему счастью. «В мире скорбно будете», Господь говорит. «На дерзайте я победил мир, потому что венцы христиане получают именно от этой самой вражды с плоти, с миром и с дьяволом. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейства, которым надлежит до гроба и до... Последним вздохом ратовать, сражаться, несть наша брань в плоти и крови, но к началу и к властям, и к миродержителям тьмы век и сего духовом злоу поднебесным». Таким образом оплачивается с нашей стороны бесценный дар и неоплатный долг. Не в том смысле оплачивается, что мы каким-то образом входим в суработничество у Бога, у Бога нет, никакой синергии нет, а в том смысле, что мы по любви к Господу Богу поступаем в этом мире, как Он, и этим свидетельствуем, подписываемся. Своей любви к Господу в этом состоит исповедание нашей жизни. И вот, дорогие братья и сестры, двоякая заповедь о любви к Богу и о любви к ближнему. Милосердие и двери отверзли нам благословенная Богородица, мы поем. Какие это милосердие и двери? Это непроходимые врата, тайно запечатывавшие, Пресвятая Богородица Дева, которая отверзла двери милости всему миру через верность к Своему Господу и Богу. Прими моление наше и донеси я Твоему Сыну к Богу, да спасет Тобу души наши. Это милосердие, которого двери открывают нам Богородицы, есть милосердие Сына Божия к роду человеческой. Когда Отец не пощадил Сына, но послал Его в искупление и умилостивление и расплату и исполнение наказания за всех нас. И тем распахнул нам двери в Царство Небесное, что мы смерти не боимся. Смертные линии. Далеко нам дает нас, чтобы не бояться смерти. Но однако же благодатью Свою Господь дает. И это. Когда мученики по любви к Господу Богу не пощадили себя, это было исполнение милосердия, которого они причастились. милости Божьей, которая горела в их сердце. Отца Небесного, который не пощадил Сына Своего и Духом Святым, дал есть нам, чадом Божьим быть. Вот это истинное милосердие Божие, которое изливается в сердца верующих. Для меня я же житель Христос, я же умреть и приобретение, говорит апостол. Об этом самом милосердии. Когда смерть не страшна. И есть милосердие к ближнему. Тоже по заповоду Божьим, чтобы излюбить ближнего Своего и по Саму Себе. Об этом мы тоже слышим от Господа Бога. Это Господь говорит, не плачь и дави на институт. Не плачь, потому что я, Господь говорит за тебя, сам вокруг лягу и сам, Единородный Сын Матери Свою, приму мертвость и неподвижность, и бездыханность. Так что тебе, юноша, глаголю восстань. В этом образ всеобщего воскресения мертвых. А мы не можем, так сказать, воскрешать мертвых. Только один Господь, Бог, может. Нашу дело плакать с плачущими и при этом поверить и утешать, говорить не плачем, что воскреснет Сын Твой. потому что Христос воскрес верующий висему. И человек говорит, веруй, веруй, Господи, исповедуй. Веруй, Господи, помози мы ему, не верь. И Господь укрепляет душу верующим. Утешение не от мира сего, кто на том свете за гробом. Возвратите всех покойников, кто во Христе скончался, кто плакал ради Христа, кто исповедовался, кто жаждал и алкал правды божественной, кому грехи прощены, те будут вечно ликовать и радоваться в Царстве Небесном. На это нужна вера. Это не очевидно. Это только через веру и благодатно познается. И не опытом познается нашим земным. А неизреченным и божественным снисхождением в душе человека. Поэтому только добрым это дается, а злым нет. И никому попало, и не всем. А только алчущим и жаждущим правду. И трепещущим, и молчаливым. И боголюбивым душам. И правдолюбивым душам. В наши дни происходит много, дорогие братья и сестры, подмен. Например, любовь к людям подменяется так называемым пацифизмом. Равнодушием, то есть, человек, который видит истинно милосердный человек, страдания людские, видит, например, как сжигают мужиков, как это было на Майдане, увидел, взял билет и поехал защищать военных, поехал исполнять свой долг. Не спрашивая. А так, как ему Бог на сердце положил. И это есть милосердие ближним, братьям с вами. Не любовь к убийству им двигала, а желание защитить беззащитных. И это милосердие подлинное. Но мало кто достигает его в наше время. И есть милосердие, чтобы благородно, даже плача с плачущим, снисходить к этим плачущим. И не все обнажать перед этими плачущими. И не устраивать из этого рекламу. Фотосессия, как сейчас, к сожалению, и увы, принята. Есть очень жестокий сайт, называется милосердие руд. Когда заходишь на него, то потом ужасаешься не от того, что там описано детям с онкологией и с другими страшными болячками, а от того, что люди не имеют милосердия снисходительными быть, чужому горе. Почему это происходит? Потому что здесь любовь к ближнему, любовь к больному, к тому же ребенку не больному, подменяется, как это было в советское время, любовью к определенному классу. если кто помнит старшего поколения, была так называемая классовая любовь. Любовь к трудящимся классам, ненависть к эксплуататорам. Вот так же любовь к ближнему, конкретному, больному, подменяется любовью вообще к больным, как к классу. Это значит никому в отдельности. Это значит, что у людей пропадает стыд, и они могут описывать и упаси Бог родителям прочитать. Если у родителей заболел ребенок, скажем, анемии или другим заболеваниям, раком крови. Милосердный врач скрывает диагноз, как это было в старе и в России, в Советском Союзе. Милосердный врач скрывал диагноз. Почему? Потому что не надо как обухом по голове пить. Потому что Бог сам откроет. Бог сам откроет. А здесь они узнают, да причем в такой форме журналисты бесстыдны от людей, от так называемых волонтеров, которые в своем энтузиазме потерялись стыд. О некоторых подробностях, которых не положено знать ни пациентам, ни их родственникам. сейчас дошло до того, дорогие братья и сестры, что даже некоторые медицинские центры называют в честь детей, которые скончались от тяжелых болезней. это вверх бесстыдства, это вверх жестокости. Такие вещи надо покрывать. Папа или мама едут анализы сдавать. Центр, например, имени Димы Игнатьева в Москве на Ленинском проспекте спрашивают, а кто такой этот Дима Игнатьев? А врач нормальный врач говорит, ну это долгая история. А если он в интернете узнает что-то такое, мужить не захочется. Так нельзя делать. Но чтобы так не делать, надо быть христианином. А не просто человеком, который обеспокоен земными, мирскими, социальными задачами. Нужно иметь Божие милосердие, двери которого открывает нам любезно сам Господь и Пречистая Матерь. Вот тогда благородная христианская душа имеет единство не с людьми, а с Богом и во Христе духовное единство с свободниками Божьими. С праздником вас, дорогие Дмитрий configuration. Аминь. Спасибо. Продолжение следует...